Всем привет! Сегодня на обзоре один из ярких представителей кино о дальнобойщиках. Кинолента 1975 года. Лихорадка на белой полосе. Это история молодого водителя дальнобоя Кэролла Джо Хаммера. Он является независимым дальнемагистральным водителем грузовика, и вся его жизнь завязана на его жене и его грузовике. Парень далеко не ангел, но он имеет прямой характер и не готов мириться, когда видит несправедливость. А когда злодеи пытаются его сломать, Хаммер пускает в ход кулаки, превращая рожи врагов в разбитое месиво. Этой картине, конечно же, далеко до позолоченных статуэток, но жизнь дальнобойщиков изображена здесь довольно-таки реалистично. Несомненно, это одна из лучших ролей Яна Майкла Винсента. К тому же все трюки в картине он выполнил сам. Его герой харизматичен, а зритель будет за него переживать. Довольно-таки странно видеть этого актера пьющим в фильме, так как в жизни Ян Майкл Винсент разрушил свой мир из-за алкоголя, превратившись в итоге в жалкого калеку. Конечно, это кино, и оно слегка приукрашено, но в целом довольно-таки точно передан дух и мир американской индустрии грузоперевозок того времени. Лента дает потрясающее представление для обывателя, как эти парни боролись за себя и свои идеалы. Несмотря на то, что это почти что эксплуатационное кино, лента не опускается до уровня бреда, например, если бы дальнобойщик бросал вызов мастеру кунг-фу. Конечно, есть некоторая степень наигрности некоторых актеров, но не фальшивость. Я бы скорее отметил естественность образов, их простоту. Эта лента – один из ранних представителей бесчисленных фильмов, где эксплуатируется тема жизни водителей-грузовиков. Ленты в этом жанре были всегда от самых идиотских до действительно стоящих лент, вроде того же фильма Сэма Пекинбэк «Конвой». В ленте с бюджетом примерно полторы штуки канадских баксов, на удивление, хорошо поставлены автомобильные трюки и драки для 70-х. Это кино является частью наследия, из которого сложилось дальнейшее развитие дорожного боевика. Фильм наполнен очень красивыми операторскими ракурсами, которые весьма кстати для подобного жанра, чтобы показать всю мощь и красоту автомобилей, завоевавших дорогу. Также отмечу довольно-таки интересный саундтрек с очень красивой заглавной темой. Режиссером киноленты стал Джонатан Каплан, который на тот момент снял несколько самых, что ни на есть, эксплуатационных лент, вроде ленты Б-класса «Грузовик Тернер». В фильме Джонатан Каплан выступил умелым рассказчиком, демонстрируя зрителю противостояние обычного человека целой системе. Возможно, во время съемок этого фильма режиссер шел проторенной дорогой фильмов категории «Б», но сам того не замечая, вылепил культовую ленту с явными признаками приключенческого кино. Схватив удачу за хвост, Джонатан Каплан перетащил из лихорадки на белой полосе удачный актерский состав в свой следующий проект «Мистер Миллиард» с Терренсом Хиллом в главной роли. Но «Мистер Миллиард» провалился и отправил Джонатана Каплана снимать фильмы на телевидении, а Терренса Хилла обратно в Италию. Вернемся к киноленте. События в фильме разворачиваются быстро и стремительно. Героя пытаются то использовать, то убить, то посадить в тюрьму. Его противники высокопоставлены, обладают большими связями, но и они вынуждены отступить перед мощью грузовиков, мощью огнестрельного оружия и железными кулаками. А главное, герой умудрился стать лидером этого сопротивления. Сопротивление водителей системе, которая пытается подмять независимых дальнобойщиков. В ленте показана примитивная схема работы преступной организации, которая засела глубоко во властных структурах. И опять же парадокс. Люди, пишущие и принимающие законы, сами же придумывают теневые схемы для обхода своих же инициатив. Потрясающая циничность и наглость. В картине иерархия такой вот группки сыплет направо и налево, словно бисер, лживые слова. И каждое действие навстречу трудящимся оборачивается очередной ложью и попыткой уничтожить лидера в лице Хаммера. Именно такими методами поступала в США мафия с лидерами профсоюзов. Подкуп, либо физическое устранение. Одна из последних сцен является своеобразной аллегорией того, что герой добился своего, сломал непробиваемую стену из хребтов толстосумов, для которых жизнь водителя – это лишь дополнительный доллар, упавший на дно копилки. Поэтому не удивляйтесь, что не все злодеи в кинофильмы оказались уничтожены физически. Герой Яна Майкла Винсента буквально вылеплен из стали, как внешней, так и внутренней. Многие бы остановились, едва начав это противостояние. Но, вероятно, характер его героя, Джо Кэрролла Хаммера, был прописан с учетом его недавнего возвращения из армии, где таких удальцов, как герой Мартина Коува, ломали об колено. И все же Джо Кэррол заплатил слишком высокую цену за все это. В глобальном плане для большинства людей это малозаметная жертва, но в личном это настоящая трагедия. И, наконец, дальнобойщик Кэрролл Джо Хаммер и его жена в конце вновь мчатся на своем грузовике, купленном в кредит по извилистой дороге, давая надежду на то, что все, возможно, и навадится в их жизни. Эта кинолента будет интересна фанатам эксплуатационного кино, поклонникам Роад Муви и, естественно, тем, кто интересуется всем, что связано с грузовиками и работой дальнобойщиков. На этом позвольте обзор закончить. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!